Ядро Земли. В центре Земли находится ядро, окруженное мантией. Это центральная, наиболее глубокая часть нашей планеты. Земная кора. Верхняя, твердая оболочка Земли называется земной корой. Литосфера. Земная кора и верхняя часть мантии называются литосферой. По своим особенностям, это природная система, включающая горные породы и их массивы, почвы, рельеф, поверхностную и подземную гидросферу. Атмосфера. Самая верхняя, газовая оболочка называется атмосферой. Она защищает растительный и животный мир от пагубного воздействия ультрафиолетовых, солнечных и космических лучей. Космические частицы, проходя через атмосферу, рассеиваются, и поверхности Земли достигает лишь их ничтожная часть. Без атмосферы наша планета была бы такой же безжизненной, как Луна. Гидросфера. Все воды Земли составляют гидросферу. Принято деление гидросферы на мировой океан, континентальные воды и подземные воды. Большая часть воды сосредоточена в океане, значительно меньше в континентальной речной сети и подземных водах. Часть гидросферы находится в постоянном взаимодействии с атмосферой и земной корой. Биосфера. Это область существования и жизнедеятельности всех живых организмов, населяющих Землю. В состав биосферы входит не только растительный покров и животное население планеты, все реки, озера, водная масса океанов, но и почвенный слой. Во всех оболочках происходят круговороты веществ и энергии. Эти круговороты сопровождаются различными природными явлениями, которые оказывают существенное влияние на безопасность жизнедеятельности человека. Субтитры создавал DimaTorzok